Как правильно сказать я работаю? I work, I'm working или I have been working. Все варианты правильные. Все переводятся я работаю, но употребляются в разных ситуациях. Поэтому не ориентируйтесь на саму форму я работаю. Выбор между I work, I'm working и I have been working зависит от ситуации, в которой используется значение я работаю. Здравствуйте! Сегодня нашей темой будет Present Perfect Continuous. Настоящее совершено длительное время, но мы будем его рассматривать в сравнении с остальными настоящими временами, чтобы лучше понять различия между ними и шаблонной ситуацией, в которых они употребляются. Итак, для примера возьмем глагол to learn – изучать, учить что-то и рассмотрим типичные ситуации его использования в настоящем и времена, за которыми закреплены эти ситуации. Я буду переводить формы времен дословно, чтобы вы понимали, как устроены мышление и логика носителей английского языка, как они думают, когда говорят на английском. Напомню, что мы думаем по-разному и поэтому говорим по-разному. Англоязычное мышление и логика прекрасно отражаются в языке, а в переводе их совсем не видно. И я помогу вам увидеть англоязычную логику и избежать тупой зубрёжки. Итак, I learn languages – я учу языки. Когда учу? Вообще, всегда, часто, не прямо сейчас, а вообще. Например, I learn languages for pleasure – я учу, изучая языки просто для удовольствия. I learn – значит, что действие повторяется с какой-то периодичностью. Я учу часто или время от времени, каждый день или раз в неделю. Это единственное абстрактное время из всех настоящих времён. Его нельзя наблюдать непосредственно и сказать «вот оно, это действие». Его можно лишь представить, потому что оно состоит из множества повторяющихся действий. I'm learning English – я учу английский. Когда учу? Учу прямо сейчас или где-то вокруг сейчас. Сегодня, в эти дни, в данное время. Дословно, я есть изучающий, то есть нахожусь сейчас в процессе изучения. I'm learning – это уже конкретное действие, в отличие от абстрактного I learn – вообще. Действие I'm learning можно наблюдать. Конкретный человек, проговаривающий предложение в конкретный момент. Соответственно, изучающий язык. Можно сказать, что абстрактное I learn – учу вообще – это сумма повторяющихся конкретных действий I'm learning. Конкретный момент. Который мы можем наблюдать, если находимся в это время там с человеком, изучающим язык. А одновременно все эти конкретные действия мы, конечно же, наблюдать не можем. Поэтому I learn – это абстрактное действие, а I'm learning – конкретное. I have been learning English. Я учу английский. Когда учу? Вернее, нужно спрашивать, сколько учу. Учу уже несколько часов, пять дней, три месяца, два года. Поэтому с этим временем очень часто употребляются слова for на протяжении и since – с какого-то времени. I have been learning English for three days. Я учу английский уже три дня. Дословно, я есть до сейчас изучающий английский на протяжении трех дней. I have been learning English since nine o'clock. Я учу английский с девяти часов. Дословно, я есть до сейчас изучающий английский с девяти часов. I am learning и I have been learning – это кузены, двоюродные братья. Они очень похожи. Давайте посмотрим, что их роднит, а что отличает. И там, и там окончание –ing. Learning – изучающий. Оно показывает, что действие в процессе длительное. Continuous. В предложениях I am learning English и I have been learning English for three hours, в обоих предложениях на момент говорения действие все еще длится. Сейчас учу и учу уже три часа. И в том и в другом случае я сейчас занят изучением языка. Нахожусь в процессе. Вот эта длительность их очень и роднит. И поэтому они оба принадлежат группе длительных времен. Continuous. Действие все еще длится. А теперь посмотрим, чем они отличаются. Почему они двоюродные, а не родные. А вся разница в глаголе to be – быть. Он и показывает, в каком фрагменте настоящего происходит действие. Am learning и have been learning. Am learning – это есть сейчас изучающий. Непонятно, когда начал и когда закончу. Главное, в момент сейчас я есть изучающий английский. Тот, кто сейчас зайдет, может застать меня за этим занятием. I have been learning – это есть до сейчас изучающий. И добавляем какой-то период. Сколько до сейчас мы уже учим язык. For three hours, for five days, for two years, или since nine o'clock, since last Tuesday, since last September. Поэтому have been learning отвечает на вопрос никогда, а сколько я уже изучаю английский на данный момент, до сейчас. Поэтому любой вопрос, который начинается, сколько ты уже делаешь что-то, будет начинаться с how long have you been doing. How long have you been learning English? Сколько ты уже учишь английский? I have been learning for three months. Я учу английский уже три месяца. Иногда present perfect continuous используется без указания точного периода времени. Тогда подразумевается, что действие происходило в последнее время и, скорее всего, происходит сейчас. He has been looking all over for you. Он везде тебя ищет или искал. Это практически то же самое, что и he is looking all over for you. I have been thinking about it a lot. Я много думаю или много думал об этом. Почти то же самое, что I am thinking about it a lot. Просто perfect continuous указывает не только на настоящее, но как бы зачерпывает недавнее время до сейчас. Еще present perfect continuous используется, чтобы описать действие, которое началось в прошлом и длилось где-то до сейчас. И результат этого действия можно сейчас наблюдать. В этом случае вся форма have been doing переводится в прошедшем времени. Делал, а форма have been воспринимается как был до сейчас. Такое действие уже не длится сейчас, но оно длилось до сейчас и где-то совсем недавно закончилось с каким-то результатом. I am tired – это результат, because I have been working hard – это причина. Я устал, потому что много работал. Дословно, я есть уставший, потому что я был до сейчас работающим тяжело. В этом случае период четко не указан, но предполагается, что действия не разовые, а длительные. Не сделал, а делал что-то какое-то время. Иногда период времени указывается с помощью all – весь, целый, или this – week, this morning, this summer – на этой неделе, этим утром, этим летом. Обратите внимание, что период времени, про который мы говорим, еще не закончился. Мы еще в нем находимся. Она сегодня много работала, и ей нужно отдохнуть. Нужен отдых. Но, это же предложение можно перевести и как она сегодня много работает, и ей нужно отдохнуть. Все зависит от контекста. Если она пришла уставшая после работы домой, тогда работала. А если видим, что она все еще делает что-то с заметной усталостью, мы скажем «работает». Хотя значение предложения от этого особо не меняется. Опять, могут быть два варианта. Если все еще сидит и читает, тогда переведем «он читает» целое утро. А если он снял очки и отложил то, что читал, тогда логично будет сказать «он читал» целое утро. И мы все еще находимся в этом утре, хотя большая часть этого утра уже прошла. И последнее настоящее время – present perfect, которое граничит с present perfect continuous в точке «до сейчас». I have learned English. Я уже выучил английский. Имеет результат выученности языка на данный момент. Дословно, я имею выученным английский. She hasn't learned English yet. Она еще не выучила английский. Имеет результат невыученности языка на данный момент. Дословно, она имеет невыученным английский еще. Что ж, негативный результат – это тоже результат. В этом времени отсутствует длительность – continuous, но присутствует завершенность действия до сейчас, а это уже perfect. Поэтому это время называется present perfect, а не present perfect continuous. Некоторые глаголы, такие как live, work, teach, используются в present perfect и present perfect continuous практически без разницы в значении. Например, В обоих предложениях говорится, что мы начали жить здесь 10 лет назад и до сих пор здесь живем. И хотя общее значение в этих предложениях одинаково, я советовал бы переводить как мы прожили 10 лет, а как мы живем уже 10 лет. Все-таки perfect подчеркивает завершенность на данный момент, а perfect continuous скорее выражает длительность до данного момента. Но внимание, сразу хочу предупредить возможную ошибку в отношении форм жил-прожил в контексте прошлого. Если вы хотите сказать, что вы где-то когда-то жили или прожили, работали, проработали, учились, проучились и так далее, на протяжении какого-то времени вы обязаны употреблять простое прошедшее время. Past simple. Я учился или проучился там 3 года. I studied there for 3 years. Она прожила в Германии 5 лет. She lived in Germany for 5 years. Мы работали или проработали с ними 2 недели. We worked with them for 2 weeks. Во всех этих предложениях мы больше там не учимся, не живем и не работаем. Это все в прошлом. Далее. Recently и lately. Недавно, в последнее время, на днях. Между ними есть небольшие отличия. Только recently может использоваться, когда речь идет об однократном действии, произошедшем в последнее время. И чаще переводится как недавно. I have learned a new rule recently. Я недавно выучил новое правило. Lately часто переводится как недавно и применяется, когда необходимо показать, что события недавнего времени происходили или происходят часто, регулярно, на постоянной основе. Recently также может использоваться в этом значении. She has been working hard lately. She has been working hard recently. Можно перевести и как в последнее время она работает много, и в последнее время она работала много. Разница небольшая. She has been thinking a lot about moving to Europe recently или lately. Она много думает или думала о переезде в Европу в последнее время. В большинстве случаев lately и recently употребляется в конце предложения, хотя для recently эти правила более мягкие. Можно и в начале, и в середине, и в конце. Слово lately больше используется в разговорной речи. Если сравнивать по степени отдаленности событий от настоящего времени, то с тем, которое произошло ближе к настоящему моменту, лучше употреблять lately. А с тем, которое было дальше от сейчас – recently. Хотя это все приблизительно. Давайте потренируем present, perfect, continuous и другие настоящие времена, которые с ним граничат в типичных моделях. Постарайтесь понять, почему в той или иной ситуации используется какое-то время. Запомните шаблоны ситуации, которые можно будет использовать в речи. Давайте приступим. Чем ты вообще занимаешься? What do you do? What do you do? What do you do? Чем ты сейчас занимаешься? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Чем ты занимаешься, занимался в последнее время? What have you been doing lately? What have you been doing lately? Сэм разговаривает по телефону уже полчаса. Sam has been talking on the phone for half an hour. For half an hour. Она все еще говорит по телефону. She's still talking on the phone. Он редко разговаривает по телефону. He rarely talks on the phone. Ноги болят. Я целое утро на ногах. My feet hurt. I've been walking all morning. Мистер Коллинз преподает математику. Мистер Коллинз teaches maths. Он преподает уже 25 лет. Выглядишь уставшим. Ты много работаешь в последнее время. Она везде тебя ищет. Она везде тебя ищет. She's looking all over for you. She has been looking all over for you. Я ищу тебя уже полчаса. I have been looking for you for half an hour. For half an hour. Мы ищем новую работу. We are looking for a new job. Рэйчел ищет работу уже три недели, но так еще ничего и не нашла. Рэйчел ищет работу уже три недели, но так еще ничего и не нашла. Рэйчел ищет работу уже три недели. She has found anything. She has found nothing. Временно. Пока что. На данный момент. For the time being. Она временно не работает. She isn't working for the time being. Ты уже слышал новости? Have you heard the news? Вы сейчас работаете? Are you working? Сколько вы уже работаете здесь? How long have you been working here? Сколько вы уже проработали здесь? Сколько вы там работали? Когда-то. How long did you work there? Ты закончил? Are you done? Нет еще. Все еще работаю. Not yet. I'm still working. Сколько она уже учится? How long has she been studying? Я потерял работу. I've lost my job. А чем ты пока занимаешься? And what are you doing for the time being? And what are you doing for the time being? Сколько вы уже ждете меня? How long have you been waiting for me? Что вы делаете или делали с тех пор, как я уехал? Где вы жили последние два года? Где вы жили последние два года? Я сейчас не за рулем. Я сейчас не за рулем. Я не вожу машину. Я уже давно не садился за руль. Чем ты занимался целый день? Чем ты занимался целый день? Я не следил за новостями. I haven't been following the news. А что случилось? What's happened? Почему ты такой грязный? Что ты делал? Он занимается в зале уже несколько недель. He's been training at the gym for several weeks. For a few weeks. Я не могу говорить. Я сейчас занимаюсь, тренируюсь. Я не занимаюсь в зале в последнее время. I haven't been training at the gym lately. Я уже очень давно не готовлю. I haven't been cooking for very long. Ты давно водишь? How long have you been driving? Ты работала или работаешь здесь целый день? Have you been working here all day long? Мы убираем дом с самого утра, но еще не закончили. We've been cleaning the house since the very morning, but we haven't finished yet. Они его недавно видели. They've seen him recently. Я не очень хорошо чувствую себя в последнее время. I haven't been feeling well lately. Я как-то не обращал на это особого внимания. I haven't been paying much attention to that. Мы работаем там уже с января, но мы не заработали много. We've been working there since January, but we haven't made much money. A lot of money. Я не знаю, сколько она уже занимается этим. I don't know how long she's been doing it. Ты уже нашел квартиру? Have you found an apartment? A flat? Нет, я временно живу, остановился у друзей. С друзьями. I'm staying with my friends for the time being. Я живу или нахожусь там с понедельника. I've been staying there since Monday. Глянь, они убрали в дворе. Look, they have cleaned the yard. Они убирают двор с восьми часов. They've been cleaning the yard since eight o'clock. Вы закончили? Are you done? Have you finished? Нет, мы еще убираем. Они убирают во дворе каждый день. They've been cleaning the yard every week lately. Почему у тебя мокрая обувь? Why are your shoes wet? Я мыл машину. I've been washing the car. Вы что, новенький? Are you new here? Нет, на самом деле я работаю здесь уже почти пять лет. Нет, на самом деле я работаю здесь почти пять лет. Молодцы, передохните. А пока воспитательная минутка. Как вам работать и на что ориентироваться? Не бойтесь ошибок. Привыкайте к ситуациям и моделям, которые в них отражаются. Я хочу, чтобы вы чувствовали родные для этих моделей ситуации и подбирали их как пазлы. Правильная модель в своей ситуации. Можно вообще не знать, как называются эти времена. Это не главное. Важно интуитивно ощущать модель и ситуацию и правильно их стыковать. Не нужно правил в виде непонятных уравнений. Просто знайте, когда сказать «она есть сейчас убирающая», «она убирает», «она есть до сейчас убирающая» уже два часа, или «она имеет убранную комнату» и так далее. Я предлагаю вам заглянуть в мозги носителей и понять их логику. Почему они так говорят? Я предлагаю брать барьер формального учебника, который просто закрывает от нас англоязычное мышление. Этот барьер выводит нас на уровень непонятных формул и скорее мешает, а не помогает освоить английский язык. Причем разобраться и понять логику английского – это только начало пути. Многие на этом останавливаются, считая цель достигнутой. А-а. Цель только затронута и очерчена. Теоретически знать, как правильно сказать и уметь это практически сделать в стрессовом режиме спонтанного разговора – это совсем разные вещи. Знание принципов игры в футбол нельзя сравнивать с вашими реальными практическими игровыми умениями в условиях стресса в конкретной игре. Я советую делить тренажеры на блоки по 1-2 минуты и гонять эти блоки по кругу, пока все пазлы не сойдутся. Потом следующий блок также. Потом два блока и так далее. И только потом весь тренажер как финальная отработка. Вам нужен автоматизм с конкретными предложениями. Только набор конкретных предложений типа «I've been working for two hours», а не общие формулы типа «have been» плюс глагол с иновым окончанием формируют наши практические навыки. Их нужно заездить до автоматизма. Так модели переходят на уровень подсознания и доводятся до автоматизма. Что ж, хватит лирики, мотивации и наставлений. Переходим к следующему тренажеру. Помните, если сразу не получается, берите порциями по 1-2 минуты и отрабатывайте многократно. Напишите в комментариях, от чего эффект больше. От работы на тренажере порциями или сразу целиком. Обращайте внимание на ситуации и модели, которые за ними закреплены. На пути к автоматизму. Here we go! Дождь все еще идет. It's still raining. Дождь идет уже два часа. It's been raining for two hours. Тут часто идут дожди. It often rains here. Земля мокрая. Недавно шел дождь. The ground is wet. It's been raining lately. Я уже напечатал, набрал 11 страниц до сих пор. I have typed 11 pages so far. Я печатаю уже целое утро. I've been typing all morning. Она расстроена, потому что потеряла свой телефон. Он злится, потому что мы сейчас не хотим ехать туда. Он злится, потому что мы сейчас не хотим ехать туда. Он злится, потому что она уехала. He's angry because she's gone away. Gone off. Он злится, потому что ждет тебя уже два часа. He's angry because he's been waiting for you for two hours. Спина очень болит. My back is killing me. My back hurts. Я работал в саду. I've been gardening. Роджер живет, остановился, пребывает в доме матери с тех пор, как развелся. Роджер has been staying at his mother's house since his divorce. В последнее время они постоянно меня об этом спрашивают или спрашивали. They've been often asking me about that lately. They've been often asking me about that lately. Я езжу или путешествую в Бостон дважды в год с тех пор, как мой сын переехал в США. I've been traveling to Boston twice a year since my son moved to the USA. Они закончили? Are they done? Have they finished? Нет, все еще разговаривают. No, they are still talking. Я получаю пособие по безработице с тех пор, как потерял работу. I've been receiving unemployment benefits since I lost my job. Саймон регулярно не посещает занятий с тех пор, как устроился на работу. Я ремонтирую дверь уже два часа и все еще не закончил. I've been fixing the door for half an hour and I still haven't finished. I haven't finished yet. I've been fixing the door for half an hour and I still haven't finished yet. Здесь редко идет или выпадает снег. В Сан-Франциско не было снега вот уже девять лет. It hasn't snowed in Сан-Франциско in nine years. Сколько уже идет снег? Там вообще когда-нибудь выпадал, шел снег? Has it ever snowed there? На улице идет снег. Давай выйдем погуляем. It's snowing outside. Let's go out for a walk. Снег сильный? Is it snowing hard? Is it snowing heavily? Снег не прекращается, идет уже два дня. It's been snowing for two days. Ей становится лучше. She's getting better. Каждое лето ей становится лучше. She gets better every summer. В последнее время ей становится лучше. She's been getting better lately. She's been getting better lately. She's been getting better lately. Ей не стало лучше. She hasn't got better. She hasn't got better. Ей становится лучше? She's been getting better. She's been getting better. She's been getting better. Ей стало лучше. Has she got better? Has she got better? Я впервые ремонтирую машину. It's the first time I've fixed a car. I've fixed the car for the first time. Он ремонтирует машину с прошлой пятницы. He's been fixing the car since last Friday. Last Friday. Вы ремонтируете машины? Do you fix cars? Do you fix cars? Они заняты. Они все еще ремонтируют машину. They're busy. They're still fixing the car. Сколько вы ремонтируете эту машину? How long have you been fixing the car? Мы еще не отремонтировали машину. We haven't fixed the car. Я грязный, потому что ремонтировал машину. I'm dirty because I've been fixing the car. I'm dirty because I've been fixing the car. Почему мой компьютер включен? Кто на нем работал? Why is my computer on? Who's been working on it? Я временно не работаю. I'm not working for the time being. В последнее время она много работает. She's been working hard lately. Давно меня ждете? How long have you been waiting for me? Сколько это уже длится? Происходит. Сколько вы уже здесь? How long have you been here? Мы здесь уже неделю, с прошлого вторника. We've been here for a week, since last Tuesday, since last Tuesday. Я здесь на неделю. I'm here for a week. Сколько ты уже сделал? How much have you done yet? Сколько вы уже занимаетесь этим? How long have you been dealing with it? Я думал, как сделать это, но еще не придумал, как. I've been thinking how to do that, but I haven't figured out how yet. Ты уже выяснил, чем она занималась, что она делала в последнее время? Have you figured out what she's been doing? Have you figured out what she's been doing lately? Сколько вы уже принимаете этот препарат, лекарство? How long have you been taking the medication, medicine? Ты все еще работаешь? Are you still working? Я не работаю здесь уже полгода, но я проработал здесь 10 лет. I haven't been working here for half a year. For half a year. But I worked here for 10 years. Мне здесь нравится. Я проработал здесь 5 лет. I like it here. I worked here for 5 years. Ну а теперь традиционно попрошу подписаться, поставить лайки и поделиться ссылкой на это видео в соцсетях. Жмите на колокольчик и вам будет приходить уведомление о выходе новых видео. И вы будете всегда в курсе выхода нового тренажера и других роликов. Пишите в комментариях о вашем прогрессе или проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Я постараюсь вам обязательно ответить. Не сдавайтесь при первых неудачах. Только упорство и практика позволят вам заговорить. Practice makes perfect. Поэтому многократно проговаривайте предложения и прямо прогрызайте себе путь в разговорный английский. Говорить учиться только говоря. Вам нужно выговаривать и проговаривать ваш английский. Проговаривать многократно, громко, уверенно, слитно и потом бегло. Не пытайтесь сразу виртуально охватить весь язык. Решите проблему с десятком конкретных предложений по теме. Нужно проговорить их сотни раз и практически привыкнуть к ситуациям, в которых они реализуются. До автоматизма. Иногда до тошноты. Их просто нужно заездить. Так модели переходят на уровень подсознания и доводятся до автоматизма. А на сегодня все. Мы обязательно еще поговорим об этом и многом другом в новых видео. See you soon!